У моей знакомой нынче юбилей, правда, невеселый. Десять лет, как ее бывший благоверный, лишил покоя, постоянными судами. Когда-то вместе нажитое имущество и, в частности, квартиру поделить все еще не могут. А заграница давно уже перешла на заключение брачных контрактов. Хотя, когда влюблен, разве до столь прозаичных вопросов? Но все же, смею утверждать, если бы моя знакомая накануне радостного события заглянула в подобную юридическую консультацию, от скольких бы ушибов и разочарований она бы убереглась. В последние годы в связи с перестройкой законодательство наше развивается, усложняется. Что порой и нам, юристам, даже с большим опытом, достаточно сложно разобраться в ряде вопросов. Поэтому необходимо, наверное, создавать как можно больше таких вот точек, где граждане могли бы получить квалифицированную юридическую консультацию. Николай Евгеньевич знает, о чем говорит. За свою более чем 20-летнюю адвокатскую практику сотням несправедливо обиженных жизнью он помог. Юридическая консультация в поселке Большевик, куда можно прийти и на прием к адвокату Зендрикову, испытание своими первыми 100 днями прошла и, на наш взгляд, успешно. Мы, семья военнослужащих из четырех человек, купили по сертификату квартиру в поселке Большевик, улица Молодежный, дом 9. До сделки мы не знали никаких нюансов этого жилья. А проблема заключается в том, что хозяин утаил от нас о том, что дом практически находится в аварийном состоянии. Что бы вы могли мне посоветовать? Как решить нашу проблему? Потому что это президентская программа. В данном случае вам необходимо каким-то образом доказать, обосновать тот факт, что данное жилье у вас непригодно для настоящего времени для проживания. И именно этим непростым делом займется теперь адвокат-консультация. Проблемы семьи военнослужащих отныне стали и его проблемами. Терпение здоровья потребуется и пострадавшему, а чьей-то безалаберности, халатности, безответственности, и самому юристу. Действительно, адвокат – это не просто профессия, это образ жизни. Главная задача на самом деле помочь людям, и поэтому зачастую, исходя из материального положения тех лиц, которые к нам обращаются, мы оказываем эту помощь бесплатно, потому что сегодняшний день, к сожалению, материальный уровень населения, в том числе населения поселка Большевик, достаточно невысок. Поэтому, когда приходят пенсионеры, когда приходят люди малообеспеченные, мы это видим, а им эта помощь остро необходима, мы ее стараемся оказать бесплатно. Когда видишь реальный результат своего труда, когда видишь реальных людей, которым ты действительно помог, которым ты сделал хоть немного, но лучше, легче, которым ты помог защитить свои права, это приносит большое удовлетворение и, наверное, это самая главная награда за тот труд, который мы делаем. Мы обращались к юристу, Малых Игоря Евгеньевича, просили его написать нам письма. И вот нам юрист помогает в этих вопросах. Юрист нам здесь очень нужен, потому что мы все здесь преклонного возраста люди, ездить куда-то мы не в силах, а вот сюда мы очень довольны, что у нас здесь есть юрист. Очень довольны. Спасибо большое. Прием консультации в Большевике ведут адвокаты Московской областной коллегии, которой в будущем году исполнится 80 лет. Лучшие традиции старейшей российской адвокатуры передаются новым поколениям юристов. Когда человек говорит, что вот, допустим, умер у меня отец, а составил завещание на племянника, и дом отходит племяннику. Как же так? Я же сын, и почему вдруг племянник должен унаследовать дом, а мне ничего не достается? Мы все-таки стараемся, даже если видим, что у человека почти нет никаких возможностей, все равно мы пытаемся где-то какие-то найти моменты, а может быть что-то где-то вот есть. Может быть даже в конкретном примере мы выясняем, в каком состоянии находился отец, например, когда составлял завещание. Мы всегда стараемся более полно, грамотно и квалифицированно оказывать гражданам юридическую помощь по всем вопросам, с которыми они к нам приходят. Законодательная база у нас очень огромная, полная. В нашем распоряжении имеются компьютеры, оргтехника. Поэтому любой гражданин, который приходит к нам на консультацию, получает юридическую помощь. Два года назад я избрался депутатом Серпуховского района по поселку Большевик. И я избрался, скажем, не для того, чтобы числиться в депутатах, а для того, чтобы хоть попробовать что-то сделать. И у меня есть такое желание. Ну, начав первые депутатские приемы, начав депутатскую деятельность, я столкнулся с тем, что фактически все вопросы, которые рассматриваются, с которыми приходят мои избиратели, люди ко мне, это все вопросы фактически юридического характера. Особенность юридической консультации в Большевике в том, что адвокаты ее работают совместно с депутатом районного совета. Кстати, и консультация-то появилась при непосредственной поддержке депутата. Мы и поддерживали его на выборах, надо дать должное. И вы знаете что, мы не жалеем об этом. Хотя бы почему? Потому что действительно этот человек, я имею в виду Александра Селыча, Вячеславовича, извините, пожалуйста, Шестуна, дело все в том, что он действительно помогает как может. Это единственный молодой человек здесь, который по большому счету помогает. Даже то, что он сейчас сделал не просто этот офис, а здесь у него сейчас работает юрист, который может нам помогать. Это мы сейчас грамотно можем обратиться к этому человеку. Ведь что такое сейчас при нашем буржуазном правительстве, что может быть? Это все проблемы можем решить только через суд. А что такое суд? Это значит, надо правильно написать исковое заявление. Даже этого мы юридически, как правило, безграмотные люди, вы это знаете, правда? Мы же не подкованы юридически, по большому счету. Мы, естественно, должны обращаться к юристу. Здесь нам платить не надо. Посмотрите на наш город. 150 тысяч населения с районов. Все-таки профессиональных адвокатов из традиционных коллегий адвокатов на наш город не так уж и много. То есть это где-то не более 20-30 человек. Я считаю, что потребность правовой помощи, нарастание вот этих новых экономических отношений будет расти. Конечно же, если просто сравнивать статистику, опять же, берем эти развитые страны и наше положение по количеству адвокатов на душу населения, нам есть еще где работать. Действительно, нужно помогать людям. Последнее, что хотелось бы отметить. Иногда адвокат, в отличие от силовых структур, так называют правоохранительных органов, может себе позволить посвятить все-таки большую часть своего профессионального времени рассмотрению какого-то одного действительно интересного случая. Адвокат в этом случае как бы является, может быть, последней инстанцией, куда действительно приходит отчаявшийся человек для того, чтобы найти правду. А мы помогаем ему в этом... Последней инстанцией в поисках правды надеждой стал адвокат для приехавшей севера семьи Пелькевичей. Нам там квартиру сдали, жилье сдали. Пожалуйста, выезжайте. Мы сюда приехали, 10 месяцев у нас не прописывали. Что мы в итоге получили? И кто эти денежки, куда они... Вы пришли? Эти деньги из государства точно пришли. Это однозначно. Ну теперь вот я что, хочу, наверное, куда нам обращаться, куда дальше идти. Закон о защите прав потребителей. Обещал разобраться непростой ситуацией и депутат районного совета. Я бы не хотела думать о том, что наша проблема неразрешима. Понимаете, надежда все-таки есть. Я считаю так. У меня компетентный адвокат. Я считаю, что закон все-таки у нас в России действует. И я думаю, что у нас должно все получиться. Ну, вы удовлетворены ответом, который вам дал депутат районного совета. Ну, благодаря ему, хоть немножко какие-то заботы есть. Как вроде бы кто-то нам сочувствует что-то. А остальные практически никаких движений нет. Вот только одни отписки стараются сделать. Вот эта консультация и юристы этой московской областной коллегии, они ведь не только нужны для решения депутатских проблем. Это, так сказать, вторая сторона вопроса. Я же, ко всему прочему, еще и предприниматель, так сказать. И у меня и своих проблем вполне достаточно. Вот. И квалифицированной юридической помощи я нуждаюсь достаточно часто. Помимо того, что я в руководстве Союза предпринимателей Серпуховского района. И ни одного предпринимателя, который бы ко мне обратился за помощью, еще нет одного, так сказать. Я не сказал, что мне некогда, что я не могу. С каждым мы разговариваем, с каждого мы консультируем, каждому помогаем. На Западе, в цивилизованных странах, как мы говорим, без адвоката ни одного шага нельзя сделать. А вы вообще верите, что такое время будет у нас когда-то? В настоящее время все больше людей, которые идут в суд по таким вопросам, по которым раньше они бы никогда не пошли. То есть привычка, вырабатывается со временем привычка, что вопросы все, спорные вопросы, надо решать не дома где-то на кухне и выясняя с другом отношения на кулаках, а именно обращаясь в суд. Чем свободнее мы становимся, тем как бы чаще все-таки надо вступать в юридический, наверное, спор, диалог с квалифицированным специалистом в этой области. И о том, с чего мы начинали репортаж. Причем последнее, вот как в качестве новых повеяний, которые сейчас появились, в последнее время достаточно много таких людей, которые приходят в консультацию к нам и спрашивают перед тем, как вступить в брак, а что будет, если вдруг мы разведемся, а как нам сделать так, чтобы, если вдруг у нас брак не сложится, чтобы мы не делили вилки ложки. Но мы стараемся консультировать по этим вопросам в том числе, так сказать, семейный кодекс предусматривает возможность заключения брачного контракта, в котором все эти вопросы можно уговорить.